Состояние игровых комплексов Реутова оценила сегодня специальная комиссия областного госадом технадзора и представители подмосковных муниципалитетов. Детские площадки сейчас под особым контролем. Губернатор области Андрей Воробьев заявил, что большая часть из них, это 80%, не соответствует современным требованиям безопасности. Как должна выглядеть современная площадка по всем ГОСТам, расскажет Дмитрий Дмитриев. Эта площадка отвечает всем современным требованиям. Она красивая, яркая и самое важное, она безопасная. На каждой горке установлены специальные перегородки, которые не позволяют ребенку упасть. Но даже если падение случится, то смягчающее покрытие обезопасит его от серьезных травм. Здесь болты тоже все закрыты. Следят люди. Таких площадок в городе около 80. Всего комплексов 180. Все оборудованы новыми каруселями, надежными креплениями. Такие не проржавеют. Если все же что-то сломалось, то в помощь вот этот стенд. Здесь есть правила пользования комплексом и телефоны экстренных служб. Программа по замене старых детских площадок на современные действует в городе уже третий год. За это время больше половины обновили. Сейчас главное поддерживать их в рабочем состоянии. Помимо установки новых игровых комплексов, конечно же, важную роль имеет и содержание имеющихся комплексов. Потому что и резиновое покрытие, оно портится. И есть, конечно же, и вандалы, когда нарушается целостность элементов детских площадок. Поэтому у нас в бюджете города и в прошлом году, и в этом году предусмотрены порядка 15 миллионов рублей именно на содержание имеющихся игровых комплексов, на замену поврежденных элементов. Разговор о состоянии детских площадок, но уже в области в целом, продолжили на заседании. По данным подмосковного министерства ЖКХ, почти 3000 комплексов необходимо заменить или отремонтировать. У Госадомтехнадзора, который проверяет, как содержат площадки, свои, тоже неутешительные цифры. На сегодняшний день уже проверено более 2500 площадок. И что хочется отметить, что большее количество из всех проверенных имеют недостатки в содержании, особенно в сфере безопасности, и несоответственно требуемых ГОСТа. На сегодняшнее число уже возбуждено порядка 200 административных дел. Реутов, а также Химки, Мытища, Домодедово и еще 4 муниципалитета в эту статистику не вошли. Наоборот, наш город в лидерах. Именно поэтому он уже не в первый раз становится площадкой для таких семинаров и примером. Из города Реутова наименьшее количество поступает обращений и жалоб граждан на состояние детских площадок. И он у нас является как бы лидером в оборудовании, в установке и вообще в целом по вопросам внимания именно состояния этого детского оборудования. И соответственно больше уделяет внимание безопасности наших детей. Работать в этой области необходимо постоянно, ведь и требований к игровым комплексам с каждым годом все больше, и они все строже. В этом году в Реутове установят еще 19 площадок, и они также будут соответствовать всем требованиям. Дмитрий Дмитриев, Алексей Оводов для РТВ Редактор субтитров А.Семкин